В Самаре состоялся брифинг по вопросу проведения торгов на установку рекламных конструкций. Наша съемочная группа узнала все подробности. Наружная реклама в городе станет меньше почти на 30%. Помимо экономического расчета, повысить спрос на рекламное место, есть и желание избежать информационной перегрузки мегаполиса. В старом городе уже не осталось ни одной крупноформатной конструкции. Избавились и от афишных стендов. На смену им установят цифровую рекламу. Новый подход к регулированию рекламного рынка реализуется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он ориентирован на современные мировые стандарты. Есть нововведения и для бизнесменов. С этого года, вложившись в рекламу по баннерам и счетам, они смогут рассчитывать на аренду сроком до 10 лет вместо нынешних 5, что должно повысить окупаемость. Здесь мы пошли навстречу нашим бизнесменам. А стартовые цены мы оставили на ценах 2014 года. Последние торги в Самаре проходили почти 5 лет назад. Настало время перемен. В этом году будут выставлены места под установку конструкции формата 3х6. Таких почти 700. Весь процесс торгов разделили на три этапа с 10-дневным интервалом. Стартуют они с 5 сентября. В один крупный лот входит до 50 счетов. Есть и мини-лоты. Количество конструкций в них не превышает 25, чтобы в торгах смогли участвовать как можно больше предпринимателей. Стоимость размещения своих услуг на рекламных конструкциях зависит от места их расположения. Так, ценовой диапазон варьируется от 115 до 135 тысяч в год. Раньше демонтаж рекламных конструкций мог делать сам бизнесмен, но за бюджетные деньги. Не все предприниматели оказались чисты на руку и заявляли сумму в разы больше фактических. Поэтому теперь они не могут убирать счеты сами. Перед подготовкой к чемпионату мы перешли на метод микроконтрактов, что нам позволило собирать конструкцию и уничтожать. Что касается незаконной рекламы, то на сегодняшний день в Самаре ее не осталось. Ситуацию мониторят ежедневно, в том числе и по обращениям жителей города через соцсети. Для быстрого реагирования создана специальная рабочая группа. При обнаружении незаконной рекламы специалисты действуют в течение трех дней. Мария Левина, Сергей Баскин. События.